Продолжение следует... 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 Запаха мочи, старых вечно мокрых серых тряпок, масляной краски Сменился запахом ладана и свечей Сердце Колдобина тряпыхалось, как бабочка в банке, без всякого смысла и ритма То часто, то редко, то отдыхала перед боем Колдобин открыл глаза Сверху с потолка на него внимательно смотрел Иисус Христос Правая его рука была приподнята и повернута Колдобину ладошкой Мол, все нормально, Колдобин, все под контролем, не волнуйся Колдобин проплыл под пристальным взглядом Иисуса, не поняв, где он Ту мысль, которая его посетила, он пытался прогнать, но мысль не хотела уходить и осталась Колдобин продолжал плавно плыть Его везли два ангела в белых халатах, завязанных сзади Ну, конечно, подумал Колдобин, ведь сзади у них крылья Это мы в коридоре приемного покоя, в подвале церковь сделали Сказал, улыбаясь, ангел, который шел сзади и которого Колдобин мог видеть Слава Богу, подумал Колдобин И эта мысль его очень обрадовала «Ой, Колдобин, это ты?» – услышал он дурацкий вопрос, не видя задающего его Я ответил на голос обечеткой половой принадлежности «А я вот выписываюсь уже», – сказал голос, оставаясь где-то сзади И уж совсем в догонку «Выздоравливай, Колдобин!» И потом каталка резко повернула и остановилась «Петь, ключи у тебя от грузового лифта?» «Открывай», – сказал тот, кто стоял в голове Петр достал связку ключей, погремел ею, выбирая тот, что от двери грузового лифта И с грохотом открыл ее «Ну, с Богом, Паш!» – сказал Петя «Нажимай на двенадцатый» Лифт как-то затрясся на месте и потом медленно со скрежетом пополз вверх «На двенадцатом этаже не погасло твое окно?» – кто-то пропел в колдобинской голове Потом Колдобин увидел над собой большую круглую лампу нелюбимого дневного света А в ней много других круглых ламп «Температуру мерили?» – спросил голос из глубины «Нет, термометр процедурный разбили» – ответил другой голос «Да нормально, наверное» Потом над колдобином склонилось раскосое лицо Сверху шапочка, снизу хирургическая маска Посередине узкие щелки глаз на абсолютно плоской поверхности «Странно, разве дворники уже оперируют?» – подумал Колдобин «Расист! Националист! Ты что, думал, что киргизы работают только дворниками? Как тебе не стыдно?» – застыдил Колдобина его внутренний голос «Стоп-соп-стоп!» «Бирежо, ты себя вообще что позволяешь?» «Какие киргизские дворники во времена Довлатова?» «Какая церковь в больнице?» «Это же твоя писанина!» «Это вообще ни в какие ворота не лезет!» «Ты что нас за идиотов принимаешь?» «Мы сразу догадались, что мы Довлатова не читали, что ли?» «Ни стыда, ни совести!» «Тебе были бы попиариться любым способом!» «Ой, действительно, что это я?» «Но Довлатов тема сложная, что я на самом деле могу про него написать?» «Сами подумайте, про него и так много написано!» «Я же не литературный критик, как Дмитрий Быков!» «Впрочем, лучше самого Довлатова читать, лучше, чем он про себя, никто про него не написал!» «Сам не знаешь, что это со мной!» «Да ладно, не ругайтесь!» «Я же сознался!» «Я больше так не буду!» «Честная русская пионерская!» «Будьте здоровы и держите себя в руках!» АПЛОДИСМЕНТЫ